так вот смотри количество российских ракет носить черном море увеличилось до четырех вероятно враг готовится к нанесению ракетных ударов заявил спикер к пивдень наталья гуменюк два надводных и два подводных ракетоносители имеют всего 24 ракет типа калибр то есть что они готовятся к нам удара мы с нетерпением ждем все официальные неофициальные предупреждения не игнорируйте ближайшее время воздушную тревогу сегодня с утра была тревога шахиды на юге летали и мы ждем удар еще баллистическим аркетами типа искандер у них совсем плохо они начинают распечатывать запасы нз скандерах штук 40 осталось тем не менее часть они хотят применить вот калибры вот наземные горневых воздушного базирования ракета 70 полетит как обычно а дальше дело на свопу и дело каждого отдельного гражданина не игнорировать сигналы тревоги дело энергетиков вовремя поработать над сбережением системы скажем то есть ты журная история каждые 10 дней примерно но количество ракет снижается вот как ты бы снижается доля рационных уменьшается позапрошлый залп 70 предыдущий 38 сейчас анонсируют 34 38 и 70 это уже почти в половину про доля калибра выключилась виден видимо не подкопили и пытаются применить теперь компенсирует отсутствие авиационных но и доля авиационных там тоже такая там же вот этих 101 и 555 они которые были менее точные и все меньше становится добавляются 22 которые косые как я не знаю 600 метров отклонения и начали они в прошлый раз применяли ракеты средней дальности до 300 километров по наземным целям которые мы попытались работать не вышли вот ну то есть структура ракет меняется количество более-менее структура меняется не в пользу тех ракет которыми они в основном на себе удар авиационного базирования это первую очередь х-101 и а-555 ну видимо ну на тот момент на момент прошлого удара у них осталось после этого удара 460 ракет всех типов крылатых 460-500 где-то так ну вот считаю если бы пускали бы по 100 как раньше это 5 если пускать по 38 вернее по 70 это ну 7 7 8 если пускать по 35 то это значит 15 таких ударов 16 но проблема ну 10 там ну 10 а вопрос сколько они в нз остановят оставят во вторых пуски малыми дозами это же очень легко перехватываться потому что понятно же перехватить 30 легче чем 150 на большими дозами они не могут потому что не хватает подготовленных экипажей носителей там и так далее и так далее самолет уже лучше не становится от того что загнуткой вибрации тряской с него уходит шесть ракет там где-то провод проходится там где-то гайка разболтается так это предохранитель выпадет это все садится дефектация перепроверка техобслуживание они ищут новые приемы и способы действия это тоже непросто не все пилоты могут эти придуманные способы и приемы реализовать часть ракет не справа помнишь эту историю с каспийским морем и тюленями отравленными ракетным топливом что часть по прямо над каспием падает и так далее не все так это все так простенько ракетам же многим особенно x22 по 40 по 40 с лишним лет неизвестное состояние и высокотоксичное топливо и все остальное то есть это все головняк реальность и уклонно уменьшается и способности их особенно после событий в дягилево и в энгельсе они уменьшили вот сразу после этого вот был удар перед этим 100 а когда в энгельсе и в дягилево что-то произошло было уже 70 следующим ударом но оно и понятно все четыре носителя выбил выбил в каждом по четыре но 24 минус 24 ракеты поэтому и то и то и то и сумма факторов действует на медленное постепенное снижение доля ракет но зато увеличилась доля калиния появились какие-то средние дальности которых на самом деле хватает из 300 у них ракетка с 300 с 400 еще очень много 8000 с этим они будут пулять столько сколько надо ну другое дело что они достают до центра украины они достают только до при фронтовых городов работ ну то есть такая штука будут она будет неуклонно уменьшаться как они будут применять по 5 ракет по 35 по 150 в одном залпе постараются день не в одном залпе несколько пусков в одном залпе они не могут даже 40 выпустят они когда выпускают стоя этот 3-4 за 2-3 залп получается что они в сумме не в залпе сумме выпускают но вот мы не знаем как какие как они будут применять есть некоторые соображения мы увидим это на практике вот сейчас очень показательный будет этот залп сколько полетит откуда и какие потому что у них есть согласно пример идеально где-то найти себе возможности запустить сразу 150 они не найдут скорее всего но не хватит подготовленных экипажей носителей и так далее так далее ну допустим они запустят 150 мы там 120 сбили 140 130 20-30 долетел в принципе был бы большой ущерб за стабильно 80-85 процентов надо больше не очень меньше ну так это же надо суметь сделать раз а во вторых и этот ущерб мы компенсируем а ракет станет на треть меньше сразу от оставшегося количества четыреста шестьдесят сто пять все варианты на три такие залпы еще даже хотелось бы 150 оставить за правильно на всякий случай совсем в ноль расходовать это перебор даже для для их руководства ну и что и что тогда два залпа по 150 и все и конец конец вообще всей программе а там только подкопил за квартал подкопил 40 калибров или там 30 сколько не сумеет произвести и и популяла пять ими ну такая перспективка смутная стрелять они конечно будут но медленно медленно неуклонно качество и количество я думаю будет падать не исключая возможность одного какого-нибудь гросс 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 шлага то есть головы такого удара как конкретно всем всем имеющимся и так далее они планируют они о нем думают но проблема в том что он во первых не будет он будет чуть более эффективно чем обычно но не все равно не достигнет тех целей зато запас прохудеет сразу на третье а если считается то выглядишь и на половину ну и что дальше перспектива этого всего какая стрельнуть могут какая перспектива ну посмотрим конечно если иранские подъедут да будет горюшка если не подъедут то уже ну какой горюшка и с ними мы справимся но если впоследствии но они будут более тяжелые если не подъедут то то еще а 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